На каких бы мне хотелось остановиться сегодня маркёров? Ну, сывороточные, они так или иначе связаны всё-таки с ПСА, и мы с вами знаем, что кинетика этого маркёра имеет определённое значение. Изоформы различные сегодня на основе их определения основываются достаточно многие программы ранней диагностики и сертификации пациентов. Вот мочевые маркёры, тканевые, я на них остановлю все маркёры при кастрационной резистентности. Ну, что касается кинетики, PSA, мы как-то с вами, мне так кажется, в нашей рутинной практике немножко подзабыли вот эти моменты определения скорости роста. Если раньше как-то мы обращали на них внимание, в последние годы я смотрю, что мало уделяется значение, хотя на самом деле скорость роста, ну и WMK, но в данном случае это вот шкала риска по приросту уровня ПСА, по скорости прироста, на достаточно удобное определение. Вот вы видите, что если, например, здесь очень простая, 0 баллов, если вы 2 раза в течение года не наблюдали прироста больше, чем на 0,4, 1 балл 1 раз в год и 2 раза больше, чем на 0,4 в год. И вот обратите внимание, при риске 2 выявление рак предстоятельной железы выявляли в 8 раз чаще, а самое главное, что в 5 раз чаще, поочередать половину, выявляли агрессивные формы рака предстоятельной железы. И вот если мы сравним вот эта кривая синяя, это как раз скорость прироста, по сравнению только с ПСА и диагностикой, в сочетании с возрастом, то вы видите, что точность выявления именно агрессивных форм рака при определении кинетики ПСА, она повышается. Изоформы. Вы знаете, что ПСА состоит из различных изоформ. Это свободные, связанные с белками, которые составляют общие, но у свободного еще есть несколько фракций. Есть так называемые доброкачественные BPSA, который в большей степени ассоциирован с гиперплодией предстоятельной железы. Есть предшественники PRO-PSA, различные коммерчески, доступно определение минус 2 PRO-PSA. И на основании определения этого маркера и также определения уровня этой фракции, и также общего и свободного ПСА определяется индекс здоровья предстоятельной железы. Вот по такой формуле, я думаю, что достаточно вы все уже с ним знакомы. И действительно, этот индекс позволяет... Сам минус 2 PRO-PSA улучшает значительно... Вот вы видите площадь подкриваясь, значительно выше, чем диагностика по общему ПСА и по отношению свободного к общему, что мы много лет с вами использовали. А индекс здоровья простаты в ещё большей степени позволяет улучшить дифференциальную диагностику рака и неопухолевых заболеваний. Вот в одном из таких организированных исследований... Ну, оно было не для этой цели направлено, но, тем не менее, изучали тоже индекс здоровья предстоятельной железы, и оказалось, что индекс здоровья предстоятельной железы достоверно чаще пропускает клинически незначимые или индолентные формы рака, чем уже клинически значимые или агрессивные формы рака предстоятельной железы по сравнению с соотношением свободного общего. Мы провели в нашем институте такое исследование совместно с институтом... Это математический институт, я в предсказаниях, там, не помню, как, извините... Математический институт и Российским национальным исследовательским медицинским университетом провели такое исследование, целью которого было разработать алгоритм, который действительно бы позволял улучшить стратификацию больных на группы риска, а именно выявлять агрессивные формы рака и те формы опухолей клинически незначимой, которые можно не лечить. Мы использовали до операции... Все больные, которых мы включили, были прооперированы. До операции мы располагали возможностью определения всех форм фракций PSA, в том числе и минус 2 про PSA. Естественно, биопсийная сумма глисона, клиническая стадия Т, объем и возраст. После операции, естественно, мы имели данные по атоморфологической стадии, по первичной опухоли, по атоморфологической, по лимфоузлам и послеоперационную сумму глисона. Мы разделили больных на 4 группы. Это локализованный клинически незначимый или индолетный рак представительной железы по критериям Эпштейна, локализованный агрессивный рак представительной железы, местно распространенный... Вернее, извините, это не по критериям, потому что мы уже после операции мы критериям... Локализованный, уже значимый агрессивный рак, местно распространенный и рак с метастазами в лимфатических узлах. Ну вот наши коллеги из лаборатории опухолевых маркеров, они такие придумали забавные названия. Вот один из алгоритмов, который вместе с математиками, была очень серьёзная работа, действительно математическая проведена, в которой участвовали математики мирового уровня, и нам удалось выработать такой лабораторный индекс клинического стадирования, где учитывается только из-за формы простатического специфического антигена. И сравнивали его с индексом здоровья простат. А второй показатель, еще более смешным названием виск, это возраст, индекс здоровья предстоятельной железы и сочетание с индексом глиссона. То есть сюда еще добавили глиссоны и возраст. И вот оказалось, что если мы посмотрим на вот эти площади под кривой, то вот эта кривая, вот это, видите, для этого визга, вот она, вы видите, значительно превышала площадь под кривой, таковое же значение для индекса здоровья простат, и тем более для только ПСА. То есть вы видите точность. Я имею в виду в отношении сертификации больных на значимой, или клинически незначимой и агрессивной форме. Таким образом, мы сейчас проводим, завершили уже, обсчитываем внешнюю валидацию этих параметров, и я думаю, это исследование представим на нашем осеннем онкорологическом конгрессе. Еще одна панель, которая включает изоформы, это 4-каликриевная панель. Она уже тоже в течение нескольких лет известна. Я вам просто показываю работу этого года из Барселоны, которая была представлена на Европейском конгрессе урологическом. Вы видите, что точность диагностики именно клинически значимых форм. Я почему подчеркиваю, потому что для нас действительно имеет значение, когда мы говорим о диагностике, диагностика именно клинически значимых форм опухоли. Вы видите, она 88%, что превышает вообще точность диагностики даже по сравнению с ДРС и по сравнению с другими прогностическими моделями. Поэтому эта 4-каликриевная панель, она тоже, наверное, может помочь выявлять клинически значимые формулы. Те маркеры, которые мы можем определять в моче у больных раком предстоятельной железы. Ну, в первую очередь, это PCA3, я думаю, тоже знакомый вам. PCA3 – это ген, не кодирующий РНК, который участвует в регуляции клеточной пролиферации. Существует коммерчески доступный способ – это анализ прогенза для определения экспрессии этого гена в моче, РНК этого гена в моче, и применяется он, рекомендуется он для того, чтобы улучшить целесообразность показаний к повторной биопсии при первичной негативной биопсии и сохраняющемся повышенным уровнем простатического статического антигена. Именно для этой цели он сегодня и одобрен. Хотя, дальше я покажу, можно и для первичной диагностики вот его использовать. Есть, конечно, определенные сложности, потому что здесь вы видите, с увеличением вот этого показателя экспрессии увеличивается вероятность выявления рака предстоятельной железы. Обычно положительным считается результат больше 35, но вот если мы будем его использовать для первичной диагностики, было показано, что для скрининга можно использовать показатель 20, вы видите, уже при этом уровне 40%, ну, чуть меньше, в 40% является рак предстоятельной железы. Сегодня PCA3 пока не применяется, но, тем не менее, его можно использовать, возможно, и в оперичной диагностике. И второй ген, это так называемый фьюжн ген, химерный он ген, TMPLSS2ERG. Этот ген также экспрессируется, он определяется в опухолевой ткани, в основном, и только в 10% в тем высокой степени, в нормальных тканях, при гиперплазии, при отсутствии опухоли он не определяется. И обычно его сейчас определяют в комплексе как раз PCA3 различными методами, можно ФИШ, можно ПЦР, иммуногистохимический степен уже в ткани, а не в моче. Но сложности, опять же, с определением этого гена имеются, определенные, скажем так, недостатки и точность диагностики на основании определения вот этого фьюжн ген, химерного гена, она повышается как раз вот, когда он определяется вместе с PCA3. Мы тоже такую работу провели, тоже доложим ее на осеннем конгрессе, достаточно интересные данные. Тканевые маркеры, те, которые мы определяем в ткани предстоятельной железы, получены при биопсии или после операции радикальной простатоктомии. Три основных модели сегодня есть. Здесь вот, это опять по поводу молекулярного этого, как бы сказать, спидометра, а? Спидометр, да. На самом деле, Андрей Иванович, уже это есть все. Пока не у нас, к сожалению, но я думаю, что придут эти панели и к нам. Одна из них – это Parallaris. Это панели с 31 гена прогрессии клеточного цикла и оценивается на основании вот этой изучения экспрессии индекс клеточной пролитерации. В любой группе риска Parallaris может улучшать предсказания в отношении прогрессии опухолевого процесса. Поэтому применяют его в основном больных с низким риском. По данным биопсии для улучшения, опять же, отбора больных для проведения активного наблюдения. И вот здесь поставлено несколько исследований, которые были проведены по оценке этой экспрессионной панели. Вы видите, что была выявлена во всех этих исследованиях достоверная корреляция уровня экспрессии этих генов с дезрецидивной выживаемостью больных. Опять же, определяли, как я уже сказал, в биопсийном материале или в материале после трансуретральной резекции или в радикальной простатокине. Поэтому эта модель сегодня может быть рекомендована для, опять же, определения прогноза и, соответственно, выработки тактики лечения. В первую очередь, отбора больных на динамическое наблюдение. Этой же целью служит и другая панель, он катает DX. Вы знаете, эта панель была сначала разработана для ракомолочной железы, да, Эдгеномича, если я не ошибаюсь, потом уже для ракопредстательной железы, включает анализ экспрессии 17 генов, 12 опухолевых ассоциированных и 15 некобежущих. И определяется в ткани, опять же, методом ПЦР. Рассчитывается так называемый геномный простатический показатель вот от 0 до 100 по определенной формуле, которая здесь приведена. И, опять же, модель эта позволяет прогнозировать агрессивность опухолевого процесса. Вот одно из первых исследований, где почти 400 больных низкого и промежуточного риска включили и определили, что эта модель может быть использована для отбора больных для активного наблюдения. И два более поздних исследования, опять же, определяли или в биофсийном материале, или после радикальной простатектомии, оценивали корреляцию вот этого простатического скора, вот этого индекса на основании изучения экспрессии этих генов и вероятности развития метастазов, увеличения стадии после простатектомии безрецидивной вежливости. И вы видели, что эта панель была достоверным независимым предиктором вот этих исходов. Поэтому также для улучшения отбора больных в различные группы лечения можно использовать эту панель. И третья панель, Decipher, она используется уже после радикальной простатектомии, то есть ткань после радикальной простатектомии используется для оценки экспрессии 22-ходирующих и неходирующих генов. И вы видите достаточно большое количество исследований, которые показали, что опять же после радикальной простатектомии оценка экспрессии вот этих генов может достаточно точно предсказывать риск выявления метастазов и, соответственно, выживаемости больных раком предстательных железы. Это исследование Эрика Клайна, нашего коллеги из Клезенской клиники, который занимается как раз очень активно молекулярно-генетическими маркерами. 57 больных, вы видите, наблюдал он их 8 лет, 8% прогрессировали, 3% умерли, и вы видите, что прогностическая точность 0,8% по сравнению с стандартной номограммой НССН 0,75%. А вот если считать стандартные номограммы, которые основываются на стандартных клинико-морфологических параметрах, полученных после радикальной простатектомии, и данные вот этих генетических исследований, то почти до 90% повышается точность предсказания прогрессии. Ну и я завершаю уже маркеры, которые мы сегодня можем использовать в метастатическом и конституционно-резистентном раке. Ну, нитрофильно-лимфоцитарный коэффициент, вы знаете, достаточно много работ сегодня и при раке почки, и при раке предстательной железы направлено на изучение роли этого нитрофильно-лимфоцитарного коэффициента. Если он больше пяти, то показано снижение, ассоциация со снижением общей выживаемости и риском развития рецидива. Однако, так же, как и количество церковных опухоли, эти маркеры, в общем-то, не обладают значимостью в плане выбора того или иного варианта терапии у больных метастатическими, особенно конституционно-резистентным раком предстательной железы. Это только чистый прогноз, который клинической значимости, на мой взгляд, не имеет. Но если говорить уже о тех маркерах, которые подойдут, ну, такие морфологические параметры – это не совсем маркеры, это морфологические параметры, которые, конечно, могут с использованием определения уровня хромогранина, нейроноспецифические налады, например, тоже определяться. Но когда мы выявляем формы рака, так называемый мелкоклеточный рак или рак с нейроэндокриной дифференцировкой, мы действительно на основании этих данных можем вырабатывать показания к химиотерапии по сравнению с антиандрогенной терапией нового поколения. Но, опять же, Андрей Иванович сказал, что ARV7 пока не определяется. На самом деле определяется. И я знаю, что Андрей Иванович, по-моему, уже определяет. И мы уже у себя в институте начали, поэтому определяется. И как раз действительно вот этот сплайс-вариант в результате альтернативного сплайсинга андрогенного рецептора ARV7, вы видите, его частота выявления значительно увеличивается при терапии антиандрогенами нового поколения энзолутамидом и абиротероном. И действительно достоверно хуже выживаемость больных, вот эти нижние кривые, как при терапии абиротероном, так и энзолутамидом, при наличии вот этого альтернативного сплайс-варианта андрогенного рецептора. В то же время при терапии токсанами, химиотерапии, различий никаких нет. Поэтому, опять же, мы можем сегодня использовать этот маркер сплайс-вариант ARV7 для того, чтобы стратифицировать больных в группы антиандрогенной терапии энзолутамидом и абиротероном и терапии токсанами. Благодарю вас за внимание.